Мир вам и Божье благословение! Первая неделя Великого Поста завершается воскресеньем, которое носит название «Торжество православия». Это историческая дата, когда в начале VII века, в концу VI истина и правда, религиозная, победила все ереси, расколы и секты, и было восстановлено почитание святых икон как особого христианского знака и символа святости Церкви и связи с нашими святыми и вечным живым миром и с Господом. В этот день совершается после литургии торжественный молебен о укреплении православия. И мы с вами живем в такое время, как и те византийские века, когда были ереси. В этот день мы молимся о вразумлении всех сектантов, которые называют всех христианами, всех протестантов. И, конечно же, о том, чтобы Господь дал силы православной церкви держать оборону против дьявола, греха, ада и погибели. В древности и в не так давние времена возглашали анафемы, отречение от всего греховного. И в наши дни такое бывает, если возникает необходимость. Но это торжество нашей веры, которая не погибает уже две тысячи лет, так будет до пришествия Христа. Всем нужно поститься с семи лет. Но для детей, подростков, престарелых, особо разрабатывается и предлагается рацион питания, если касается пищи, который должен быть так гармонично составлен, чтобы белки, витамины, жиры, сахара получали в достатке растущие организмы, развивались и не нарушали интеллектуальную, умственную работу молодого организма. Это касается и научных работников, и работников, связанных с такой сферой, интеллектуальной. Это очень широкий диапазон людей. Это касается воинов, и это касается людей очень тяжелого труда. И, конечно, людей, которые увлекаются спортом, и особенно, кто увлекается спортом профессиональным. Но пищу эту можно подобрать и воздержаться от вкушения животного происхождения продукции. Море продукты. Растительные бобовые, растительные масла. Все это в вашем распоряжении. Но поститься нужно. Если не пищей, то добрыми делами. Милосердием к животному миру, к человеку, к друзьям, помощь обездоленным. Это главная цель поста. Вообще-то не пища главная. Но это включается в общую систему. Бог везде и всегда видит, и слышит, и пребывает. Доверяйте вы Ему, не доверяйте Ему. Вы живете, и каждый из нас, по воле Божией. По нашим делам мы получаем. Чтобы доверять Богу, надо хорошо оценивать все свои дела, планы, мысли, поступки, слова. И как мы с вами поступаем, лично, с самим собой, с ближним своим, так и получаем от Господа. Конечно, наивысшая точка доверия к Богу это наша просьба, молитва, разговор с Богом. Это не в пустоту или в космическую какую-то даль мы обращаем наши надежды. Мы знаем, что Божественная сила, энергия Бога, принимает все наши мысли, дела, слова и деяния и возвращает нам великой Божественной помощью и участием в нашей жизни. Мир всем и Божье благословение. Доверьтесь Господу всей душой, всем сердцем. Но это возможно только в церкви, где совершается великая тайна Евхаристии, причастие. Придя в церковь, не просто в храм, а в церковь, там вы увидите подобных себе и будете в объятиях Небесного Отца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok